Ходила бы я опять на коррекцию. Это из-за кота всё. Сломала. У него привычка мимо лотка ходить иногда у него бывает. Пока я его словила, сломала. Что делать, Анатолий? Я хочу френч. Только сейчас я покажу. Можно выкладной? Наверное. Выкладной 1800. Да это так. Длино чуть-чуть. Чуть-чуть прям. С такой углы прям они обдираются. И это пахнет 20 лет. Топ такой. Всем привет. Это продолжение предыдущей хроники. Напомню, что здесь был полигель All Star. На кончиках гель краска без липкого слоя. А сверху база от Sugar. Топ не называю, потому что считаю, что здесь дело именно или в гель краски, или в базе. А скорее всего в базе. Потому что я и раньше этой гель краской работала. Но чтобы вот так вот с торцов все облазило, не припоминаю. Спиливаться фрезой эта база вполне сносна. Проблемы только когда пилочкой работаешь. Ну а фрезой нормально. Выглядят базы красиво. Единственное, к ним надо, конечно, приноровиться. А вообще, наверное, к любому материалу можно приноровиться. Почти к любому. Ну вот если база плохо сцепляется с ногтем. Как, например. Ладно, не буду называть. В общем, я ее поменяла. Но, впрочем, на этой клиентке даже эта база нормально стоит. Как видите, у кутикулы нет отслойек. Но это мина замедленного действия. Потому что у кутикул-то нет отслойек. А когда дальше ноготь отрастает, все-таки база начинает отслаиваться в центре ногтя. И когда ноготь отрастает, то совсем у краешка начинаются отслойки. И напоминаю, почему вдруг я поменяла каучуковую базу на обычную базу. Я подумала, что каучуковая база толстоватая. А мне иногда хочется сделать ногти как можно тоньше. И я думаю, дай-ка я попробую обычной базой. Для того, чтобы она не утолщала мне покрытие. Но примерно в то же время, где-то в инстаграм я услышала, что... Есть такая теория. Наоборот, необходимо делать толстый слой базы. Очень часто мы слышим, что твердя тонким слоем втираем базу. Вот как-то чаще всего втираем тонким слоем базу, а дальше гель. Так вот, в той теории наоборот говорится, что слой базы эластичный должен быть толстый. Именно для того, чтобы создать амортизационную подушку. И именно поэтому каучуковые базы лучше, потому что они толще. Ну вот, данная теория как бы подтверждается на моей практике, что каучуковая база работала хорошо, а вот обычно это не очень. Ну, я всем клиентам укрепляю ногти гелем или полигелем. Вот не припомню ни одного клиента, чтобы я делала просто гель-лак. Ну вот базу нанесла и сразу гель-лак. Такого нет. Всем чего-то я моделирую, чего-то там укрепляю. Даже на натуральной ногте все равно делаю укрепление. Здесь прошлась препраймером. Дальше наношу опять базу фиоры. Она у меня тут, по-моему, заканчивается. Именно поэтому я наносила отдельной кисточкой. Выкатила на палитру последние капельки и взяла дополнительную кисть. Вот этот большой ноготь у нее сломается. Вот тот, который я сейчас нарастила. И в следующий раз он опять сломается. А вот гелевую типсину, когда я ей наращу, то она будет носиться нормально. Это я уже забегая вперед вам говорю. Это будет тройная хроника. Предыдущее видео состояло из двух частей. Так, здесь я укрепляю ногти полигелем Эльпаза. Десятый номер. Я от него в восторге. Его цвет абсолютно натуральный. Полупрозрачность, которая позволяет контролировать наличие или отсутствие отслоек. В общем, у меня на этот полигель далеко идущие планы. ИГРАЯ ОВТНу ИГРАЯ ОВТНу Продолжение следует... Ну и база каучуковая от Эльпаза тоже мне понравилась. В маленьком флакончике, мне в комментариях писали, что в большом флакончике база уже другой консистенции, более жидкая, поэтому я уточняю, в маленьком флакончике. Пилится этот полигель легко, частичек каких-то заметных поли после опила не наблюдается, поверхность полигеля ровная. Иногда, знаете, бывает, что в полигеле частички видны, когда делаешь френч. С этим полигелем ничего такого нет. Но, впрочем, перед тем, как делать френч, я все равно поверхность выравниваю, тонирую. В тот период я этой базой, ну, всем практически выравнивал ногти. Уж так она мне понравилась с блестками от X-Nail. Вот бывает так у мастеров, что полюбит мастер какой-нибудь материал и начинает предлагать всем подряд клиентам. И вот у меня был тогда период с этой базой. Она попросила френч, который градиент. С одной стороны алый, с другой стороны ярко-розовый. Вот тот, который алый, он оранжевый. Вроде я делала растушевку, но в готовом виде не очень-то этот градиент был виден. Такое ощущение, что все одним цветом сделано. Другое. Тоже френч, да. Такую вот эту, с блестками. Не, не, не. Это конформация. Ну, он это, был у меня сломан. То есть не сам ноготь сломался? Базовка. Ну вот, как видите, опять большой сломался. Может быть, он какой-то рабочий. Почему один и тот же ломается? Подозрительно. Ну вот, показываю спиливание. Полигель носится нормально. При спиливании, смотрите, как будто это натуральный ноготь. Цвет такой прям сливается с кожей. И так как от слоек особо не было, я истончаю его только у боковых валиков. Я всегда у боковых валиков свожу на нет материал, даже если там нет от слоек. Поэтому эту работу я укреплять не буду ничем жестким материалом. Но он остался на ногтях в целости и сохранности. Единственное, что сделаю выравнивание базой. И вот 2022 год ознаменовался тем, что благодаря вам, вашим комментариям, я стала работать с щеточкой. И до этого я как-то сразу начала мягкими отдельными кистями работать. Так вот, я в одном из видео спросила, чем работают мои зрители. И многие написали, что вот этими щетками с медками. Я думаю, ну если большинство ими работает, значит клиенту не больно, когда вот эти жесткие щетинки проходятся по их коже. Еще раз попробовала, привыкла и теперь не представляю, как я брала отдельные кисти. Вот эта щетка-сметка, которая надевается на мизинец и безымянный, в моем случае, экономит время на самом деле и работает нормально. Вот здесь вот я не помню своей логики, потому что сначала я выравниваю поверхность после опила базой, потом сделаю опил, а потом еще раз выровняю базой. Возможно, там менялся дизайн в процессе работы. Иногда бывает такой, клиент сначала хочет один дизайн, потом другой дизайн. То ли мне цвет камуфляжа не понравился, не знаю. В общем, сейчас я выравниваю поверхность базы Фиора, которую все равно по-любому надо запилить хотя бы бафиком, потому что у него поверхность такая, на которой гель-лак не держится. И вот здесь я наращиваю ноготь на гелевую типсу. Пока она сохнет, делаю опил этой самой базы, и дальше случится пердемонокль. Сорвало у меня в процессе работы перчатку, и ноготь отлетел нарощенный. Хорошо, что не в глаз. И, в общем, после опила я почему-то покрыла ногти еще раз только камуфляжем другого цвета. Может быть, мне не понравилось, там неоднородный цвет был ногтей. В общем, не помню. И, по-моему, здесь запрос был на форму балерина, а гель-лак-то с блестками, он объемный. И зауженный кончик ногтя получился не таким уж и зауженным. Ну, из-за того, что гель-лак толстенький. Поэтому здесь-то балерина будет так себе. Не совсем балерина. А вот в последней работе балерина будет шикарная. Да, и когда я нарисовала синюю улыбку, клиентка попросила черную обводку. А вообще-то, по-хорошему, ее надо было сделать в самом начале и уже поверх черного френча наносить вот эти синие блестки. Тогда было бы ярче. Но черную полоску решили добавить уже в конце. Что неудобно было делать по блесткам. Так, новогоднюю работу я не снимала, поэтому здесь мы видим пропуск. Я уже объясняла, что перед Новым годом я стремилась облегчить себе задачу и не снимала работу. Поэтому сейчас мы видим, как я спиливаю полностью весь материал с ногтей. Дело в том, что клиентка попросила балерину, сделанную молочным гелем. А молочный гель у нас что? Просвечивает. И если я оставлю разноцветные пятна на ногтях, то они через молочный гель будут просвечивать. Поэтому мне тут пришлось снять покрытие прямо до натуральных ногтей полностью. И почему я так долго тут копаюсь с блестками? Во-первых, их нужно разложить каждую штучку поближе к кутикуле, чтобы не было ощущения, что отступило от кутикулы. Они же блестки, то здесь, то там лежат, поэтому там нет ровно границ. Вот их там нужно так уложить ровненько, во-первых. Во-вторых, сделать так, чтобы крупные блестки не стекали ближе к середине ногтя, потому что полупрозрачный полигель, он будет просвечивать. И если где-то там попадется какая-то блесточка, то она будет видна через полигель и будет не особо там красиво, как здрасте какая-то блестка. В общем, с ними тоже надо быть аккуратным, чтобы выглядело все это нормально. Выложил полигель практически без опила. Ну, чуть-чуть только длину подкорректировала. И уж так совсем, чтобы без опила, я так не могу, поэтому чуть-чуть пилочка все равно помахала, но это было совсем чуть-чуть. И здесь балерина получилась, конечно, на славу, потому что никаких сверху гель-лаков больше не было. Вот как заузили форму полигелем, так и осталось. Хорошая работа, удачная, на мой взгляд. Лишь бы только большой палец опять не поломался. Подписывайтесь на канал. Через полгода мы узнаем про большой палец. Я вам желаю творческого вдохновения. Всем пока. Главное, чтобы я диктофон включила, чтобы все мои эти высказывания записались. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова